Девочки из группы Ранетки насчет своего внешнего вида не заморачиваются. Носят то, что им нравится, делают все, что хотят. И идут против современных стандартов женской красоты. Никаких тебе юбок, нарощенных ногтей и загара. Ну что ж, девочки, посмотрим, как вы заговорите лет через пять. Это девятая строчка десятки самых. Если Ранетки новый кумир подростков, то неудивительно, что стиль, образ жизни и мысли пяти девчонок тоже станет для всех эталоном. Из-за чего? В чем ваша фишка? Почему вас так неистово любят? Потому что мы очень простые, такие же, как наши фанаты. У нас очень простые песни, простая музыка, поэтому вы все сами можете спеть и сыграть. Юные дарования настолько хорошо прижились в российском шоу-бизнесе, что никакая конкуренция им не страшна. А толпы фанатов это только подтверждают. Ранетки словно девочки-соседки. Абсолютно свои в доску, чем как раз и привлекают юного зрителя. Знаете, если честно, мы не чувствуем, что мы мега популярны. Мы до сих пор не чувствуем, что мы как-то... Известны. Известны, да. То есть просто занимаемся любимым делом. Одеваются они просто джинсы, майки, кеды. Музыку играют незамысловатую и легкую. Так что все вроде бы замечательно. Самое главное, что они не пытаются кому-то подражать, а остаются собой. Мы, естественно, такие, какие есть. Одеваемся как хотим, красимся тоже. Никакой вычурности, сексуальности и эпатажа. Что не скажешь о большинстве молодых исполнителей на российской эстраде. Ранетки не понимают, зачем нужно оголяться, клеить ресницы и быть загорелыми, чтобы нравиться людям. На самом деле, вот такие накаченные губы и огромные ресницы, это не самое красивое, что может быть. Вот тут естественная красота, это классно. Сами девчонки, например, легко обходятся без подобных средств. А к загару рокерши вообще относятся скептически. Как вы сами могли заметить, артистки бледные в любое время года. За что, собственно, попали в наш рейтинг и удостоились девятого места десятки самых. Продолжение следует...